9 часов 10 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель Альфа-Радио Полина Конога и традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы обсуждаем самые интересные и яркие события, которые происходят в нашей стране и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте и слушайте нас на Альфа-Радио. Рада представить нашего гостя. Сегодня в студии политолог Петр Петровский. Петр, доброе утро. Доброе утро всем. Предлагаю начать с темы НАТО, с темы военного конфликта. В Украине, вот, Петр, появилась такая новость, что НАТО просчитывает последствия возможного поражения Киева. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Так вот, говорят, что союзники Украины в Европе начали вне публичного поля изучать последствия поражения ВСУ и как следствие всей политики НАТО в этом вооруженном конфликте. Растущее чувство тревоги просочилось и в публичные заявления лидеров, которые, цитата, приобретают все более резкий тон. Вот ваше мнение, Запад уже морально готов к поражению Украины? Потому что даже в тех же Соединенных Штатах Америки уже разные тоже взгляды и мнения проскальзывают и у политиков в том числе. Наверное, даже Соединенные Штаты Америки более трезво смотрят, чем европейцы пока на то, что происходит. Почему? Потому что киевскому режиму дан был карт-бланш в виде так называемого контрнаступления, которое он и это объективно провалил. И это стало такой лакмусовой бумажкой, маркером, насколько вообще возможны какие-то достижения Запада на территории Украины. Почему? Потому что все дали, все, что они хотели, все, что они просили. Если мы помним, год тому назад, декабрь, январь, февраль, март, поставки, прочее, прочее, прочее. А результата нету. Там какое-то одно село Работино они взяли, где до войны жило 300 человек. Вот весь результат. Плюс какие-то камыши, плацдарм около крынок, левобережные, где просто гробят, собственно, человеческий потенциал, кадровый потенциал. Вот. И что на этот счет Запад видит? Что, а, реализовать свои планы невозможно. Киевский режим не может военным путем выйти на границы 91-го года. Да. И в связи с этим надо менять стратегию. В этом плане имеется два видения вот на Западе. В чем вообще сыр-бор, если кроме внутренней американской темы, выделение средств Киеву. Первое. Почему не надо ему выделять средства? Надо принудить к переговорам, пока еще более-менее сносные условия для Киева, чтобы Киев или Запад с Москвой без Киева договорились на этот счет. Пока можно договариваться в контексте киевского кейса. Второй сценарий более жесткий. У тех, кто предлагает какую-то помощь выделить, они говорят, а чего? А давайте сольем этот Киев, но сделаем такие разрушения из жертвы, чтобы Россия вот с этим всем и разбиралась очень-очень долго. И вот между двумя этими дискурсами идет спор. Почему, казалось бы, Западу выгоден второй дискурс, но второй дискурс и вторая точка зрения, она чем опасна для Запада? Ну, хорошо, киевский режим проиграет, да, Россия выйдет на определенные рубежи, к примеру. И что тогда делать? У России будет выход через новую Украину, условно нейтральную, либо союзную, к Венгрии, через Венгрию к Сербии, да. Она будет контролировать газопровод. Будет совершенно другая система, система сдержек и противовесов в регионе получится. И более того, тогда Западу придется переговоры вести с Россией уже в совершенно других условиях. А мы знаем, что Россия в 21-м году предложила, да, говорит, а вот давайте вот систему сделаем нейтральное государство, центральноевропейское, без НАТО. И вернем НАТО к границам до 97-го года. И более того, скажу, вот эти споры на самом-то деле сегодня, это не какой-то маргинальный разговор. Вот я как Польшей занимаюсь, у них мейнстримовые геополитики буквально две недели тому назад делали сильнейший мозговой штурм Яцек Бартасяк и его Strategy and Future о том, как быть Польшей, если Польшу американцы сольют и скажут, Польша быть нейтральным государством. И там такие дикие мнения высказывали, что ну нам придется уйти во внутреннюю оборону там, быть с Северной Кореей от Запада, изолироваться, там население, короче, сдирать сверхналоги, чтобы все на оборонку бросать. То есть вот эти разговоры, это не какой-то маргинез, это целый набор домино, который сегодня с Запада просто распространился по всему Европейскому Союзу и самое главное в Украине. Сегодня посмотрите, те киевские эксперты, которые обслуживают Офис Президента, они то же самое говорят. Ну разброты шатания сплошные, конечно. Я бы не сказал, что разброты шатания, я бы сказал, что отрезвление. Мы помним, как в прошлом году было, какая шапка закидать там, вот мы сейчас туда, мы сейчас сюда, и мы сейчас тут еще и Кубань возьмем, и Юго-Россию объявим там на Кубани, а не какую-то отдельную республику. То есть, ну, давайте прямо говорить, какой-то маразм был, да. То сейчас вот происходит отрезвление. Так, денег нам не дадут, у нас бюджет на 60% финансируется за границей, что мы будем делать? Людей у нас не хватает, давайте женщин, чуть ли, а что женщин, да, вот термин такой даже сейчас украинские эксперты ввели, парагвоизация Украины. А что такое парагвоизация? Было такое государство, и сейчас существует, в середине 19 века, парагвай. Они решили воевать со всеми своими соседями, и довели до того, что 75% собственного населения просто положили в землю, потеряли. До сих пор эта страна не может оправиться от той войны. И вот война до последнего украинца, про что в офисе президента Зеленского так-то мечтают, наверное, и это производит политику, потому что как мобилизация это происходит, это вообще дикая дикость, она, к сожалению, реальна. Либо второй момент реален, и это мы не должны сбрасывать. Просто-напросто Зеленского отрешат от власти. И вот как наш президент, еще помните, когда говорил, еще в прошлом году говорил, еще в начале этого года, когда шапка закидательства это было из Киева, что конфликт между военными и офисом президента это реальность. И он весь вышел наружу, когда Зеленский перед заложным ставит цели какие? Для информационного какого-то пузыря, вы должны там наступить, вы должны тут взять, вы должны Бахмут не отдавать. Сколько вы там угробите? Тысячь человек. Нас это не волнует. Нам надо перед Западом в переговорах показать результат. Вот то, что сейчас происходит в этих камышах, вот в этом так называемом плацдарме, на бережку в камышах людей засадили, вот держите этот бережок. Для чего? Какая цель? Все уже сказали, что с военной точки зрения никакой цели нет. А просто какая цель? Вот продавается это на Запад. Посмотрите, насколько мы тут взяли бережок. Взяли вот эти камыши и удерживаем. Посмотрите, какие мы сильные. А по большому-то счету, Маринку они потеряли. В Авдеевке практически скоро будет оперативное окружение. На юго-востоке Харьковской области идет отступление. И генералы говорят, Сырские там другие, что по всем направлениям идет постепенно-постепенно наступление вооруженных сил Российской Федерации. Вот это Работина они, одни говорят, потеряли. Но как минимум там идет схлопывание вот этого, этой части. И здесь либо будут переговоры, Зеленский отрезвеет. Но Зеленский почему боится переговоров? Его вот эти бандеровцы внутри Украины могут сами порешить. Мы уже помним, когда Зеленский пришел к власти, когда начали перезапустить, пытался Минские соглашения, его чуть офис на банковой чуть не захватили, понятные там экстремисты. И он вот реально боится, что его просто, наверное, убьют. Что он живым оттуда не уйдет. Но вопрос же в чем? Вопрос же в том, что жизнь Зеленского не интересует Запад. Запад интересует свои какие-то цели. Вот сейчас Запад спорит друг с другом, какие цели, какую тактику выбрать в этой ситуации. Тактика... И, кстати, давайте вспомним, Запад... Это не первый случай, когда Запад кидал своих. Вьетнам. Вьетнамизация это тоже сейчас вот тренд среди экспертов, они говорят насчет Украины. И второй момент. Афганистан. Там вообще он бросил... Мы помним, как эти бывшие агенты, сотрудники администрации афганской, проамериканской, там на колеса самолетов, двигатели залазили, чтобы не оставаться. Может быть, такие же картинки будут и из Киева, когда там будут лететь. Если Зеленский не возьмет на себя ответственность и не пойдет на переговоры. Спасибо огромное, Петр, за ваше мнение. Расширенное, интересное. Вот еще одна тема для обсуждения. Премьер-министр Польши Дональд Туск сменил руководителей спецслужб республики. Значит, посовещался, выяснил мнение президента, обсудил на коллегии спецслужб и по настоянию министра национальной обороны уволил нынешних руководителей службы военной разведки, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства внутренней безопасности, Агентства разведки и службы военной контрразведки. Ну, с одной стороны, понятно, пришел новый премьер, да, может быть, какие-то, ну, желания есть поменять окружение. А с другой стороны, вот боится ли чего-то туск? Ну, понятно. Почему такие решения? Потому что все вот эти специальные службы, они писом использовались для того, чтобы прослушивать своих оппонентов, копать, собирать компроматы на своих оппонентов. И почему так долго тянул Дуда смену правительства? Чтобы эти спецслужбы почистили архивы. Про это прямо заявляли достаточно сведущие депутаты Сейма. И этим самым объяснялось, что вот ПИСК захотел зачистить спецслужбы. Более того, посмотрите, сейчас вот те бывшие сотрудники, которые этим занимались, они просто уходят с этих спецслужб. И не только. Сейчас огромное количество сотрудников уходят из полиции. Из полиции. И они там до февраля месяца готовы там очень большими эшелонами просто увольняться. И ТУСКу что надо? ТУСКу нужны собственные ручные специальные службы, которые бы на уже бывшую правящую партию, то есть на ПИС, на конфедерацию, на других оппозиционеров. И более того, самое главное, на своих коллег по коалиции собирали компроматы, чтобы коллеги по коалиции, а у него страшная коалиция, я вот не знаю, как можно вообще управлять таким правительством, где в коалиции 11 партий. Чтобы все договорились, надо всех держать хватка железной рукой, чтобы они как-то договаривались. А как это сделать? Вот спецслужбы должны накопать на них компроматы. ТУСК будет этими компроматами манипулировать, заставлять их хоть как-то договариваться между собой. Но другой момент имеется. Многие считают, что для ТУСКа очередное премьерство в Польше. Это просто одна из ступенек для того, чтобы в следующем году побороться за кресло председателя Европейской комиссии. И он входит в этом плане в конфликт с госпожой Урсулой фон дер Лайн, которая хочет сохраниться на второй срок. И если ТУСК уйдет на европейский уровень, уровень евробюрократов, тогда эта коалиция может попросту развалиться. Потому что не будет такого авторитета, который бы железной рукой каким-то образом лепил из этих 11 партий правительство. Петр, спасибо. Вот еще до нашей рекламной паузы, точнее музыкальной паузы, хочу вас поинтересоваться тоже вот такая тема, тоже с Польшей. Польские эксперты комментируют неафишируемый визит в Варшаву главы ЦРУ Уильяма Бернса. Он визит вызвал политическую сенсацию. В польской столице встречаются главы американских израильских спецслужб, а также премьер-министр Катара. И официально сообщили, что будет обсуждать ситуацию с заложниками в секторе газа. Однако польские эксперты полагают, что цель главы ЦРУ на самом деле другая. И вот что они говорят, вот как их цитируют польские СМИ. Якобы Бернс поехал в Варшаву главным образом для того, чтобы обеспечить сотрудничество и координацию действий с новой командой в вопросах широко понимаемой безопасности после смены власти в Польше. Якобы ЦРУ хотят просто уманных шагов в отношении институциональных и кадровых реформ, потому что это может нарушить интересы США, а в общем-то тогда и всего НАТО. Вы вот разделяете мнение? А я считаю, что одно другому не мешает. Можно и переговоры с Катаром и Израилем проводить на польской территории и заодно еще прокурировать кадровое назначение в самой Польше. Это логика понятная. Катар поддерживал всегда Американские кураторы приехали. А то, что им интересно, чтобы польские спецслужбы как часть западных спецслужб, а они достаточно сильно инфильтрированы в западные спецслужбы, являются фактически таким филиалом американских и британских спецслужб, чтобы они дальше выполняли свою функцию. И вообще же, почему Байден поддерживал Туска? И Марк Бжезинский посол США в Польше ходил на митинги в поддержку Туска. Цель же простая была, чтобы была Варшава более дисциплинированная и сговорчивая. Но в чем проблема Туска сейчас? Даже по Украине, да? Туск какой-то отсталый в конце всего западного мира, не слышит, что впереди говорят, и он повторяет то, что было актуально где-то полгода тому назад, даже год тому назад. То есть, сейчас же тренд какой? На сворачивание помощи? Вот, Петр, я как раз, извините, что перебиваю, как раз вы начали с Украины, вот, польские эксперты и говорят, я процитирую одного из них, вероятно, ждет новый вариант войны в Украине, поэтому значение Польши, как приграничность страны в различных сценариях, существенно возрастает. Я думаю, что оно останется прежним, вопрос в другом, чтобы Туск не повторял старых заезженных схем, которые сейчас не актуальны, а присоединился вот к тому, с чего мы начинали. К мейнстриму. Да, к новому мейнстриму. А Туск же до этого что сказал? Что вот, если вы не можете помогать Украине, это что это за дискурс такой? Это неправильный дискурс, это неправильная точка зрения. Мы должны любым путем помочь Украине, имеется в виду, понятно кому, киевскому режиму. Вот. Но, наверное, Бёрст ему объяснит, если вы хотите помогать киевскому режиму, то помогайте ему за собственный счет. А Туску почему выгодна вот эта вся помощь? Потому что они перевалочная база, денежки капают, за логистику надо платить, за аренду аэродрома надо платить, за амбары надо платить, бюджет Польши увеличивается. Вот. И в связи с этим, конечно же, я думаю, что произойдет коррекция мнения Туска. Почему? Потому что Туску, в принципе, особо не интересны польские национальные интересы. Польская политика, для него Польша это трамплин. Он видит себя таким евро-бюрократом, евро-атлантистом, и он готов пойти на все. Вот ему в Берлине и в Париже сейчас говорят, ты там сверни вот эти протесты на границе, чтобы зерно шло с Украины. Он и свернет. Почему? Потому что ему же не важны интересы польских фермеров. Ему важно через 300 дней оказаться в кресле Урсула фон дер Ляйен. И для этого он готов удовлетворить вот этих евро-атлантистов, евро-бюрократов в Брюсселе, в том числе за счет польских интересов. Поэтому я думаю, что он будет достаточно сговорчивым политиком. У него министром иностранных дел является господин Сикорский, известный такой ястреб евро-атлантизма, завязанный на британцев и американцев, сам имеющий еще кроме польского гражданства, британское подданство, имеющий жену, русофобку, которая написала книжку про ГУЛАГ, что Россия это какой-то концлагерь. И, кстати, тоже, которая имеет только не два паспорта, а три паспорта США, Великобритании и Польши. И тут все понятно. Спасибо огромное, Петр. Мы на несколько минут прервемся. В эфире Альфа-Радио короткий выпуск новостей, прогноз погоды, после чего вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Это Ток-шоу-будни. Мы продолжаем с нашим гостем обсуждать интересные события у нас в стране за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте, слушайте нас на Альфа-Радио. И напоминаю, что у нас в гостях сегодня Петр Петровский. Мы продолжаем. Петр, хочу для вопроса объединить два инфоповода. Вчера был подписан документ, которому президент Беларуси Александр Лукашенко приседил премии за духовное возрождение и специальные премии деятелям культуры и искусства. Так вот, одну из наград получили генпрокуратура Белта и национальная гостелерадио компания за значительный вклад в сохранение исторической памяти и правду про Великую Отечественную войну. Напомню, что в Беларуси продолжается расследование уголовного дела генпрокуратуры против, прошу прощения, уголовного дела о геноциде против белорусского народа. И вот одновременно появилась новость о том, что Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. За принятие документа выступили 118 государств, включая Россию, Китай, Израиль. Против 49 воздержались от голосования 14 стран. В числе тех, кто не поддержал резолюцию, вот оборотим внимание, были США, Украина, Германия и Великобритания. Я процитирую выдержку из документа. Авторы решительно осуждают инциденты, которые связаны с героизацией, пропагандой нацизма и призывают, рекомендуется принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, для того, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности, а также военных преступлений, которые были совершены во время Второй мировой войны. то, что Беларусь, Россия проводят вот в этом плане такую единую политику, ну, в общем-то, выстраданная, да, собственной кровью нашей истории, это все понятно, вот включая, вот если говорить о резолюции российской, да, которую поддержали он, смотрите, США, Украина, Германия, Великобритания были в стане тех, кто не согласился с этим документом. Вот интересно, где Франция здесь, почему то, что у нас получается такое, что западные, бывшие, наверное, уже бывшие западные союзники по антигитлеровской коалиции, то, что эти союзники сегодня бывшие поддерживают как раз в другую сторону на территории Украины, вообще-то, надо понимать, да, так вот, они сегодня солидаризировались с Германией, которая... Ирония и цинизм, вот по-другому. Которые вообще, если уже вы против, вы лучше кнопку не нажимайте иногда, а то они нас, я помню, немцы эти, учили демократии, хотелось мне, всегда мне вот тех людей, которые учат нас демократии из Германии, спросить, а где ваши дедушки были в 41-м, в 40-м, там каком году, да, вот Урсула фон дер Лайн, я вот прекрасно знаю, что у нее там дед там был военным медиком в Вермахте, это известный факт, а учат нас демократии, она морального права не имеет. Вот второй момент здесь немаловажный, что, ну, понятно, почему Британия и США перевертыши, они хотят переписать итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Ну, а казалось бы, вот многие у меня всегда спрашивают, особенно на диалоговых площадках, ну, зачем история, ну, пусть останут историкам, а я объясню, в чем логика здесь. здесь логика в том, что итогами Второй мировой Великой Отечественной войны стала современность тема международных отношений и организации объединенных наций. И постоянные члены Совбеза ООН это страны-победители. А для чего надо пересмотреть итоги? Для того, чтобы одни страны можно и Совбеза ООН убрать, а другие, например, Германию включить. Американцы, кстати, предлагают немцев, там, итальянцев, те страны, которые были вообще-то в гитлеровской коалиции включить в Совет Безопасности ООН как постоянных членов. Вот в чем на самом-то деле весь этот спор происходит. И оказывается, что если мы поднимаем вопрос о геноциде белорусского народа, если мы говорим, что мы страна-победитель, значит, что мы говорим? В каком-то, в каком мы лагере находимся, в какой системе координат в международных отношениях мы находимся и какие права мы имеем. А Запад это все хочет пересмотреть. Ему это не устраивает, поэтому он это замалчивает, внедряет такие политические провокации и идейки, как ну, это война Гитлера со Сталиным, двух диктаторов, диктаторов, тут хорошими было только Британия, там, американцы, а эти потом к нам присоединились и по остаточному принципу, но это мы их использовали, чтобы, потому что они тут хотели советскую власть на всю Европу распространить, это же их дискуссия, это их дискурс, это вот они сегодня внедряют на Украине, Родянско-Немецко-Вейна, это даже не Великая Отечественная, не Вторая Мировая у них называется, Советско-Германская война, Советско-Гитлеровская война, то есть, а эти вот штампы, это часть информационно-психологических операций, идеологических операций, когнитивных войн против нас, начавшиеся еще в 50-е годы, это все на известных вражеских голосах, транслировалось в институции изучения СССР, разрабатывали все эти темники, и сегодня эти темники просто Запад опять же транслирует через резолюции всякие, через вот эти голосования против геноцида белорусского народа, что не было геноцида якобы белорусского народа, или они еще придумают, говорят, типа, а ну это же не гитлеровцы делали геноцид, это советская власть, мы же это аж помним, да, многим памятникам и местам, то есть идет подделывание, перекручивание всего и вся, хотя, давайте, если вспомним уже Вторую мировую войну, дата 1 сентября, да, 39-го года, ведь многие ставят под сомнение, а почему это с этого переедут, это уже следствие, начало, вообще-то, мюнхенский сговор, а кто в Мюнхене участвовал в сговоре с Гитлером, Британия, Франция, они несут конкретную ответственность, а Китай вообще говорит, а почему-то вы вычеркиваете из Второй мировой войны период, когда на нас напали, оккупировали часть Китая, произвели там геноцид китайского народа, 37-й год, и я тут прямо, если мы от Европы центричной, от западно-центричной вот этой позиции выйдем, то это логично, Япония была союзницей Германии, Италии, входила в этот антикоминтерновский пакт стальной, да, отсюда надо войну начинать, и тогда мы логично увидим, кто есть кто в этой войне, и что позиция Британии, США, Франции, вообще неоднозначно, про Францию вообще тут мы должны сказать, что благодаря Сталину ее признали страной победительницей, потому что маршала Петена никуда ты не скинешь, и, например, британцы хотели признать Францию как страну часть блока гитлеровского. Петр, ну смотрите, вот цифра интересная, да, за документ 118 государств, если вот суммировать тех, кто против, и те, кто воздержались, получается 63, то есть фактически одна третья... Коллективный Запад 50, 13, наверное, тех, кого коллективный Запад успел купить. не пугающая тенденция? Да это она, понимаете... Потому что мы же здесь не говорим о том, что это геноцид славянского народа, белорусского народа, тоже в принципе о понятии нацизма идет речь. Мне кажется, что как раз эта цифра демонстрирует, что Запад оказывается все больше и больше изоляции. Вот они консолидируются, готовы голосовать даже по самым идиотским вопросам, да, готовы не признавать уже итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Ну, дошло уже до маразма у них, но их становится все меньше и меньше и меньше. Вот эти там 13-14 стран скорее всего бывшие колонии либо зависимые от этого Запада страны. Их становится меньше. Если мы посмотрим предыдущие голосования похожие, то там у Запада было куда больше сторонников, потому что они просто звонили, говорили, так, вы нам должны там кредита столько, наши предприятия завтра закроются и у вас начнутся забастовки и прочее, и вас сбросят вообще цветную революцию вам устроить. Так, голосуйте так. Все. И проголосовали. Теперь, мы же помним этот год, лето, когда в Африке как эффект домино сбрасывали прозападное правительство. А это все больше и больше будет расширяться, потому что смотрите, опять же, американцы кричали, что мы готовы на два фронта воевать и на три фронта. Вот вы сказали, что там с Катаром переговоры ведутся. А почему они вот так ведутся? Потому что надо этот конфликт на Ближнем Востоке погасить, это законсервировать и все, и чтобы его не было. Потому что все прекрасно понимают, если все арабские страны, все мусульманские страны поднимутся, просто-напросто американцы потеряют еще одного союзника на этой территории. А и более того, американцы видят, ага, у них рабочих там шесть авианосцев. Они даже вон в Венесуэле с Гаяной как-то что-то там побухтели, побухтели и забыли. Потому что они понимают, что оказывается, как петух клюнул, так и даже сверхдержава США продемонстрировала, что это дутая сверхдержава, что все конфликты она решить не может и влезть туда даже не может. И на словах да, мы готовы и в Антарктиду, и на Тайвань, и на Гаяну, а по делам даже на Украине сейчас сворачивает свои делишки. Спасибо большое, Петр. Еще один вопрос уже в заключении нашей программы. Международный дискуссионный клуб Валда выпустил новый доклад, он был посвящен БРИКСу, и вот эксперты констатируют, что интерес к объединению повышается, и, вероятно, в ближайшие годы процесс расширения ускорится, БРИКС продолжит выполнять свою важнейшую роль рулевого глобальной экономики, обеспечивая снижение напряженности между Западом и Востоком, так вот считают эксперты. И я напомню, что в мае этого года мы также отправили в адрес глав государств членов БРИКС обращение о приеме Беларуси в организацию, и на конец июля этого года 25 государств также подали заявки на присоединение к БРИКСу. Ну, понятно, что темпы принятия, они, конечно, будут разными, все это будет рассматриваться, но, тем не менее, я думаю, можно с уверенностью говорить о том, что БРИКС будет расширяться, думаю, что это факт, а вот цитата. И будет трансформироваться его функция. Почему? Вот, кстати, и Петр, вот вы согласны с тем, что БРИКС позволит снизить напряженность между Западом и Востоком. Я вот с этим бы не согласился. Почему? Потому что Запад сегодня рассматривает само существование БРИКС как угрозу. Мы же можем прочитать вот эти доклады, НАТОвский доклад, возьмем, да, летний саммит НАТО, их резолюция. ШОС, БРИКС, союзное государство, ЕАЭС объявляются как противниками, как противники для Запада. То есть я бы здесь, конечно, красиво прозвучало, но, мне кажется, эксперты Валдая немножко в прошлом остались. Почему? Потому что первоначально БРИКС создавалась этими странами как определенный аргумент в сложных переговорах Запада. Действительно. Но сейчас БРИКС уже получает новые функции. Это и инвестиционные функции, экономические функции, технологические функции. То есть по большому-то счету главной задачей БРИКС это является эмансипация, суверенизация стран вот этого коллективного Востока от Запада. То есть есть ВТО, которое действует, льет все на мельницу Запада. Есть МВФ, Всемирный банк. МВФ сейчас кому выделяют кредиты на какие-то непонятные условия, хотя страна полностью не соответствует ни одному требованию МВФ? Киевскому режиму. То есть для войны выделять кредиты. Где-то в МВФ на Международном валютном фонде или во Всемирном банке написано, что такое вообще возможно. И что это разве не видит? Ни Бразилия, ни Иран, ни Турция. Все это видят. И они говорят, если вот эти структуры просто являются инструментами Запада и не выполняют своих уставных требований развития экономики, значит, давайте создавать другие структуры, которые будут выполнять эти функции, которые будут нести инвестиции и не через войны, не через кредитование для того, чтобы вести войны, а для того, чтобы создавать производство, для того, чтобы производить импортозамещение, усиливать технологический суверенитет и главное финансовый. Потому что какая сегодня главная дискуссия в БРИКС? Создать наднациональную валюту торговую, чтобы быть независимым, с одной стороны, от США, а с другой стороны, чтобы и не надо передавать это каким-то третьим странам. Ну да, вот новый Банк развития БРИКС обсуждается, условные резервы БРИКС соглашения. То есть, чтобы была валюта не привязанная к конкретной стране, и почему это важно? Потому что сама конкретная страна, валюта которой становится международной, она во многом теряет независимость. Американцы, да? Они зависят как от наркотика, от доллара, и если все доллары сбросят, доллар обесценится, и рухнет американская экономика. То есть, они настолько зависят от внешних рынков, которые используют этот доллар. И почему китайцы не особо хотят, чтобы между третьими странами юаней использовались? По одной простой причине. Потому что, если количество оборота юаня, либо российского рубля, либо любой другой валюты становится больше за границей, нежели в твоей стране, ты становишься зависим. И поэтому в БРИК ставится вопрос, чтобы не какой-то национальной валюте предоставить новую мировую валюту, а чтобы создать новую межнациональную валюту, которую использовать в межнациональных торговых операциях, и чтобы не было манипуляций, чтобы страны сами не мучились, не были в зоне риска, и чтобы при этом торговля развивалась. Спасибо огромное, Петр, вам за интересный разговор. Это такшоу будни. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был политолог Петр Петровский. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.b в течение всего дня, а также послушать в эфире Альфа-радио 17 до 19.00. С вами была Полина Конога, такшоу будни вернется в эфир завтра. Всем отличного дня. Петр, вам тоже. Хорошего дня. И вам. И спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok